Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник Святая Церковь для нашего назидания предлагает рядовое евангельское чтение от Марка, 42 стиха 9 главы по 1 стих 10 главы, а также по случаю празднования Собора, Претечи и Крестителя Господня Иоанна, зачала из Евангелия от Иоанна. Это 29 по 34 стих 1 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время он о виде Иоанна Иисуса, грядущих себе и глагола, все агнец Божий в земле и грехи мира, все есть они уже озрех, по мне грядет муж, иже предо мною бысть, яко первие ми небе, и аз не ведих его, но да явица Израиле висиго ради приидоха с водою крестя, и свидетельствова Иоанна глаголя, яко ведих духа сходящая, яко голубь с небесе, и прибысь на нем, и аз не ведих его, но по славой мя крестите водою той мне рече, над него же узриши духа сходящая, и пребывающая на нем, то есть крестяй духом святым, и аз видих и свидетельствовах, яко сей есть Сын Божий. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». В словах сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, евангелист Иоанн Богослов раскрывает события, произошедшие после крещения Господня и сорока дней пребывания Иисуса Христа в пустыне искушений. Спаситель выходит на свое общественное служение, для чего он и пришел на землю, но прежде вновь направляется на Иордан к Иоанну Крестителю. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о том, для чего Господь второй раз приходит на Иордан, пишет, «Иоанн крестил Иисуса вместе с другими многими, и многие могли предполагать, что он приходил к Иоанну по той же причине, как и другие, то есть за тем, чтобы исповедать сокрешение и омыться в реке с покаянием, то Иисус и приходит снова, чтобы и самому Иоанну дать возможность исправить такое предположение». И действительно, Иоанн, сказав, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, совершенно уничтожил такое подозрение». Титул Агнца Божия, который дает предтеча Спасителю, стал неотъемлемой частью нашего христианского богословия. Но что же означали эти слова для иудеев, которые стали свидетелями описываемой встречи Иоанна Крестителя и Иисуса Христа? Всем было известно, что в Иерусалимском храме каждое утро и каждый вечер приносили в жертву Агнца за грехи народа Израилева, как предписывается в 29 главе книги «Исход». Эти жертвы приносили каждый день с тех пор, как храм был построен. Возможно, Иоанн Креститель хотел этим указать на то, что именно Иисус Христос есть тот Агнец, который своей жертвой навсегда может искупить людей от греха. У пророков тоже есть два упоминания образа Агнца. Пророк Иеремия писал, «А я, как ротский Агнец, ведомый на заклание». И у пророка Исаии есть великая картина того, кто, как овца, веден был на заклание. У обоих этих пророков было видение того, кто своей любящей жертвой и своими безропотными страданиями искупит свой народ. Вполне возможно, что Иоанн Креститель имел в виду пасхального Агнца, как указывает Александр Павлович Лопухин. Креститель назвал Христа Агнцем Божиим в том смысле, что его сам Бог избрал и приготовил для заклания в жертву за грехи людей, подобно тому, как евреи при выходе из Египта готовили Агнцев, кровь которых должна была спасти их дома от грозного суда Божия. Бог давно уже избрал этого Агнца и теперь давал его людям, всем людям, без исключения. Агнец Божий. В этих словах есть нечто удивительное и поразительное. В них выражены любовь, жертвенность, страдания и триумф Спасителя. Но также не менее удивительным было и другое свидетельство Иоанна Крестителя. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на Нем». И именно при крещении Дух в силе снисшел на Иисуса Христа. Надо помнить, что в это время еще не было христианского учения о Святом Духе. Полнота понимания придет к апостолам только после Пятидесятницы. Иоанн Креститель, говоря о Духе, должно быть мыслил в иудейских категориях. А как Духа представляли себе иудеи? Дух по-еврейски – руах, что значит ветер. Этим словом обозначается Дух Божий в книге Бытия, когда описывается творение мира. И Дух Божий носился над водою. Таким образом, одно из представлений Духа – это сила и источник существования жизни. По-другой – ощутимое сошествие Бога в жизнь человека, как это происходило с пророками. «А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости», – говорит пророк Михей. А Исаия слышит от Бога такие слова. «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои». Но в отличие от пророков, которые пребывали в Духе периодически, со слов Иоанна Крестителя нам открывается, что Дух Божий на Иисусе пребывал непрестанно, указывая на божественность Мессии. Иоанн Креститель в своих словах о Христе исполняет свое служение Богу, указывает людям на Мессию. Этим он подает пример каждому из нас, дорогие братья и сестры, чтобы и мы с вами стали свидетелями милости Божией, пришедшей в мир, указывая проповедью своей жизни на Иисуса Христа, как на путь ко спасению всех людей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...